Прошло три дня после новости о том, что Янг Трэпа ушёл из жизни. Нет у меня. Звёзды умирают, слушатели скорбят. Помимо фанатов и неравнодушных людей, своё мнение высказали и медийные личности. Очень больно это осознавать. Собрали специально для вас всех тех, кто хоть как-то отреагировал на это событие. Поддержите видео лайком, чтобы больше людей узнало, оформляйте подписку и приятного просмотра. Субтитры делал DimaTorzok Только при получении. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод RAPNEWS, который даёт скидку в 30%. По промокоду уже закупились тысячи подписчиков. Ссылочка в описании. 3 февраля в официальном паблике исполнителя появился пост о том, что Владислав умер от остановки сердца, находясь рядом со своими близкими. После в интернете начало появляться множество слухов и теорий о том, что случилось с артистом. Вплоть до того, что это просто промокомпания его альбома. Однако все мифы развеяла запись с подтверждением его смерти. Здесь вы сможете получить информацию о госпитализации в лечебное учреждение Санкт-Петербурга по скорой помощи и данные о неопознанных трупах, обнаруженных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как фамилия? Кого вы ищете? Ширяев Владислав Олегович. У нас данные, что скорая 2 февраля выезжала на Ширяева Владислава Олеговича и констатировала его смерть. Тот же ресторатор на стриме рассказал, как впервые узнал о случившемся и то, что он до сих пор не верит и, мол, это звучит как, скорее всего, плохой пиар. А звонит мне с утра Тимур Басота. Говорит, привет, мне позвонили, сказали, Янг Трэп умер. Я говорю, точно нет. Я говорю, ну это звучит как хуй пиар, когда уже, ну, нечего показать, да, ну, куча таких историй было, да, нападение с перестрелкой на рэперов, но это звучит очень странно. Позже он добавил, что информация, видимо, правдивая и даже отправил деньги матери артиста. Ну, мне подтвердили про Янг Трэпу, я даже денег отправил. Матери Янг Трэпы говорят, что действительно правда. Я буду ждать, конечно, обнародования, потому что пока это звучит как-то странно все. Мы, кстати, также получали инсайды еще утром и днем, о чем сообщили в своем твиттере, однако точного подтверждения получить не удалось. Позже появилось в сети голосовое сообщение, как оказалось адвоката Трэпы, который подтвердил кончину. Народ про Янг Трэпу, к сожалению, это правда. Это не вброс никакой. Там в скором времени, я так понимаю, сбор средств какой-то будет организован. В общем, следите, скоро там будет информация вся в интернете. Интересное сходство в том, что 3 февраля была как раз годовщина смерти Децла, про которую мы отдельно выпустили видео про вклад этого легендарного человека в рэп. Свои соболезнования высказал и некогда конфликтующий, и даже дравшийся с Трэпой рэпер Бастота. Конечно же, высказался и человек, который внес большой вклад в раскрутку и пиар Трэпы, Моргенштерн, назвав его легендарной рок-звездой. Фотографию с Ладом выставил и друг Алишера, Слава Мерлоу, а бывшая жена Моргена Дилара опубликовала видео. Вы кто заказал, покажи. Ну, я бы все... Ну, а куда я не... А второй значительный человек в творчестве Трэпы, Егор Крид, опубликовал в своих социальных сетях фото и видео с Трэпой, где они вместе записывали на студии музыку, которая так и не вышла. А вот тот же Шок вообще сказал, что ничего в этом нет, что умер Трэпо, а более важно, что у него скоро пройдут концерты. Дорогие мои друзья, умер Янг Трэпо, это не важно. Важно, что у меня огромный тур по России. По всей России, ждите меня в вашем городе. Рэпер Фараон сообщил, что списывался неделю назад с Трэпой и советует не играть с наркотиками. Обладает, также соболезнует и советует беречь свое здоровье. А вот Абалбиск написал, что Трэпо для него умер еще в 14-м году. Также видеообращение записал и Big Baby Tape, сказав, что Трэпо внес весомый вклад в русский рэп. Я был большим фанатом его старого творчества. Все это грустно, горестно за его судьбу. Но он сделал большой вклад в меня и в рэп-музыку в России в целом. Поэтому покойся с миром Трэпо. Человек, который дрался в октагоне в день смерти Трэпо, Птахо, также записал свои соболезнования родным и близким артиста. Боу Джи Будо выставил сториз со скорбью, а Сода Лав сказал, что Влад ушел для него уже давно. Лав 66 написал цитату со скорбящими словами о Трэпе. Даже Кизару решил высказаться и скорбит по потере. То, что мы больше с кем-то не общаемся, это не значит, что они все мои враги. Я до сих пор хочу, чтобы вы все ели. Просто не с моего стола. Кстати, Жак Энтони высказался в сторону Олега, сказав, что только он мог еще похайпиться на чей-то смерти. А вот Уайт Панк, помимо скорбящего сообщения и фотки с Трэпой, записал еще и голосовое сообщение, которое смотреть и слушать без эмоций невозможно. Я вам хочу рассказать. Мы были бы очень близки с Трэпой, несмотря на то, что его заскоки у каждого из нас есть свои драганы в голове. Я очень хорошо его знал. И на самом деле этот человек очень искренний, добрый и с огромной душой. Он поможет тебе в любой ситуации. Мне бог, кто еще о нем думает, на его репутацию мне абсолютно насрать. Он просто не из этого мира. Но я знаю, каким человеком он был. Я провел с ним много времени. Очень больно это осознавать. Этот чувак был реальнейшим, блядь. Он был самым реальным, блядь, из всех, кого я знаю на русской индустрии. Покойся с миром, Влад. Теперь он в клубе 27. А вот 163 он майнет, несмотря на конфликт и некоторые разногласия, остался человеком. И также скорбит по легенде. Я бы хотел начать это выступление слегка с грустной дни. Вчера произошло х**овое событие. И что бы там ни было, нужно оставаться людьми. Он был гениальным музыкантом. Поэтому давайте послушаем немного, как трэп. Это шум у тебя, я в трэп. Ай, тихо! На ВАИ написал сообщение, сказав, что хотел позвонить трэпе и сказать, чтобы тот не трогал ребят его. Но, видимо, не успел этого сделать. Дядя Джай, например, сказал, что некоторым смерть это полезно. И именно после ухода из жизни они становятся хорошими. А вот Маша Хима процитировала неизменную классику. Пошел на х**у со своим футболом. Пошел на х**у со своим футболом, у**а. И соперник трэпа на Версусе Федук написал свое сообщение в социальных сетях со скорбью. Я сияю на их сук, я сияю, я сияю ярко. Еще и Яникс, человек, который давно еще фитовал с Владом, написал свое сообщение. Мы те самые парни. Мы те самые парни. Слава КПСС скинул скрин переписки накануне смерти, где они собирались встретиться. И Букер не остался в стороне, написав, что у них готовился совместный подкаст. И, конечно же, жаль, что жизнь такая штука и его теперь не случится. Странно себя чувствую по этому поводу, потому что у нас, мы обсуждали с Янгтрэпой подкаст. Подкаста не будет. Жизнь, друзья мои, жизнь такая. Пожалуйста, цените свою жизнь, берегите себя, потому что, ну, видите, она может очень внезапно закончиться. Эмилевская рассказала несколько историй, связанных с трэпой, а также опубликовала совместное видео. Ходите, поддержите барышню на ее концерт. Изи, клуб. Изи? Да. Ура. Дима-хулиган вспомнил про недавно умершего Волки Ти и скорбит по потере Янгтрэпы. Ребята со вписки написали пост о том, что никогда не забудут первые съемки с Фладом. Напомним, часть процесса проходила прямо в тюрьме. Томас Брас также вышел из тени и не смог пройти мимо, не прокомментировав это событие. Он гордится, что жил во времена лучших лет трэпы и никому не хотел бы пожелать того, что прошел Влад. Многие в комментариях под нашим роликом о смерти трэпы писали про неуместную рекламу в видео, в том числе и различные блогеры типа Дориана Карнет, которые знают, как это работает. Объясняем. Наша аудитория на 80% из России. Монетизация там полностью отключена. И проекту, в том числе и семьям работающих людей, чтобы жить, нужно реализовывать рекламы по контракту. Жаль, что об этом понимают не все. Зрители смотрят контент бесплатно. Можно просто перемотать на одну минуту и все. Рип, например, размещал пошлую рекламу в ленте, разбавляя новости о смерти. А тот же Ларин на стриме в память о Янгтрэпе собирал деньги на новые клипы. Жизнь не останавливается. Нужно работать и продолжать развиваться. И на этом мы сегодня прощаемся. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»